Человеческая память бесконечна. Она сохраняет и добро и зло. Кажется, что о зле лучше не помнить, стараться забыть его и жить дальше. Ведь жизнь и так коротка. Зачем тратить ее на запоминание плохих поступков, бед, страданий? Не лучше наслаждаться нынешним днем, общением с друзьями? Может быть так и нужно жить? В постоянном празднике, улыбаясь солнцу? Возможно. Но тогда мы рискуем превратиться в Иванов, не помнячь их родства. Как бы ни был хорош мир, он завоеван для нас нашими предками, теми, кто потом и кровью в тяжелейших боях добывал победу над фашизмом. Имеем ли мы право забыть эти кровавые страницы истории? Нет. И еще раз нет. Любая война бесчеловечна и страшна. Но последняя, вторая мировая, по числу жертв произошла все предыдущие. В начале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи. Враг подбирался к сердцу нашей родины, Москве, и готовился торжествовать победу. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границы считали, что Красная Армия не выдержат мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Вдохновляемые партией мы были твердо уверены в победе своего права дела. Отстаивая каждую пять родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага. Наверняка бить по всем правилам военной науки. И они этому научились, отразив натиск немецких войск. Красная Армия перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии. Германии оглов разгромила гитлерскую армию. Вот для того, чтобы фашизм никогда не возродился, мы должны хранить память о событиях и людях. Хранить бережно, передаваясь с поколения в поколение. Память о жертвах войны, особенно невинных, важна не менее, чем о ее героях. Так думают многие. Иначе не появлялись бы книги о войне. Об одной из таких книг, написанных недавно, я и хочу поговорить. Бойн пишет о Германии. Герои повести немецкий офицер и его семья. Они вынуждены переехать по месту службы отца из Берлина в местечко Ажвысь. Отец получил повышение. Он комендант концлагеря. Самое страшное в нем то, что он доволен своей службой и хочет повысить производительность. Для концлагеря это значит, что будет больше жертв, больше смертей. Рассказ ведется от лица Бруна, сына коменданта. Мальчик очень одинок здесь, в большом доме. Он хочет с кем-то дружить, стать исследователем. Любознательный ребенок не может жить в заперти и идет исследовать окрестности дома, несмотря на запрет родителей. Рядом с домом находится концлагерь, где ждут смерти люди. Но мальчика обманывают, уверяя, что здесь живут фермеры. Наивная душа Бруна еще не знает о жесткости фашизма. Он задается самым невинным вопросом, почему фермеры ходят в полосатых пижамах. Во время очередной вылазки из дома Бруну удается познакомиться со своим ровесником. Мальчика зовут Шмуль. Он заключен в лагере вместе со своей семьей. Но детский рассудок не осознает всего ужаса положения. Дети способны забывать о плохом, живя в своем мирке. Мальчики подружились. Немец и еврей нашли отголоски в душах друг друга. Потому что не знают зла, по-детски чисты. Но разве можно быть счастливым в гетто? Однажды у Шмуля пропал отец, и отзывчивый Бруно предлагает другу помощь. Переодевшись в пижаму арестанта, он пробирается в лагерь, как раз тот момент, когда весь барак ведут газовую камеру. Там, крепко взявшись за руки, не понимая происходящего, умерли два ни в чем не повинных ребенка. Те, кто хотели жить, дружить, познавать мир. Они не двигаются. Бруно! Субтитры создавал DimaTorzok Разве об этом можно забыть? Самые страшные преступления те, которые совершаются над невинными детьми. Им нет оправданий ни в какое время, они не подлежат забвению. Побежден фашизм, над нами мирное небо. Но оно будет таким до тех пор, пока мы помним о миллионах унесенных войной жизней, пока мы готовы бороться за справедливость. Советские танки. Сила, перед которой не устояла хваленая немецкая техника. Субтитры создавал DimaTorzok